Российские туристы, хотя бы раз путешествовавшие на поезде, раскрыли главные проблемы питания в отечественных составах, с которыми им приходилось сталкиваться. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру». Так, в первую очередь, многие россиян жаловались на качество еды, которая была включена в цену билета. Некоторые путешественники отметили, что ужин или завтрак, который они заказывали заранее, принесли с большой задержкой, а другим не понравился вкус продуктов. Еда не нужна, невкусно, питание, положенное по билету, малосъедобно, ресторанное выглядит аппетитно, в вагоне СВ к персоналу, никаких претензий. А вот питание пассажиров необходимо улучшить, особенно, если заплатил 15-16 тысяч за СВ, в стоимость надо включать двуххразовое питание. Набор продуктов, примитивные, булочки низкого качества, писали они в отзывах. Кроме того, некоторых разочаровали цены, а также время ожидания заказанных блюд в вагоне-ресторане. Очень маленькие порции в вагоне-ресторане и неоправданно большие цены. Поэтому люди не ходят, были в ресторане. Было вкусно, но на мой взгляд дорого. Три блинчика с джемом, 380 рублей, хотелось бы обратить внимание на работу ресторана. Очень долго ждал, когда подойдет официант. При мне несколько человек ушло, так и не дождавшись его, комментировали отдыхающие свои впечатления. Среди прочих претензий некоторые россияне отметили, что им не понравился запах еды из ресторана, а также отсутствие хорошего кофе. Тем не менее, многие туристы остались довольны опытом путешествия на отечественных поездах. Все понравилось, особенно, что есть всегда кипяток и возможность купить у проводника что-нибудь к чаю. Кормили два раза, завтрак и ужин. На выбор из трех блюд, очень вкусно, приятно удивил ресторан. Повара готовят очень вкусные супы, и закуски, цены умеренные. Могу судить, так как часто ездил поездами дальнего следования, делились россияне в отзывах. В июне 2020 года российский турист выявил минусы путешествий на двухэтажных поездах по стране. По словам пассажира, главным недостатком второго уровня является высота потолка, на одной из фотографий, размещенных в блоге, показан мужчина, который не может выпрямиться во весь рост и вынужден стоять в тамбуре с согнутой спиной. Если видео было вам полезным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.